Здравствуйте, я Боминов Григорий Вячеславович, активист профсоюза действий и представитель фонда Рабочей Академии. Я красный доктор и сегодня буду представлять в основном фонд Рабочей Академии, потому что речь пойдет о том, как же написать вот этот вот коллективный договор, о котором фонд Рабочей Академии, наш профсоюз действий говорит многократно. Итак, коллективный договор очень легко написать, особенно с фондом Рабочей Академии. Ну, для начала я должен рассказать вам о Федотове Константине Васильевиче. Итак, Федотов, стрелец удалой молодец, это тот самый многолетний лидер профсоюза докеров, это тот самый человек, который написал проект Трудового кодекса Российской Федерации под руководством и под редактурой Михаила Васильевича Попова, профессора по кафедре экономики и права. И тот, именно тот проект Трудового кодекса Российской Федерации в начале двухтысячных занял второе место в нашей буржуазной думе, потому что он представлял именно интересы трудящихся. И вот слизко и кало и мучилось от изжоги по ночам, потому что появился вот этот проект. И пришлось из проекта именно Константина Васильевича Федотова вставлять пункты в настоящий Трудовой кодекс Российской Федерации, иначе этот вот Трудовой кодекс Российской Федерации, который мы сейчас пользуемся, не был бы таким, он был бы еще хуже по отношению к трудящимся. И вот этот товарищ наш Федотов, стрелец удалой молодец, в том числе и написал вот такой вот коллективный договор. Он писал не один, но в основном писал он. Коллективный договор первого контейнерного терминала. Он писал этих коллективных договоров очень много, переписывал их. И если некоторые не слышали ничего о коллективном договоре вообще на своем предприятии, то непосредственно докеры первого контейнерного терминала в течение десятилетий защищают, перезащищают свои коллективные договора из года в год, из десятилетия в десятилетие. Итак, Константин Васильевич написал этот коллективный договор. Его проверяли, еще раз говорю, профессура из фонда Рабочая Академия. И я считаю, и многие считают, это одно из лучших произведений в плане защиты прав трудящихся на своих рабочих местах. И его можно смело брать за основу любого коллективного договора. Помним, что коллективный договор не может ухудшать именно Трудовой кодекс Российской Федерации. Из этого делается вывод, что он должен соответствовать и улучшать Трудовой кодекс Российской Федерации и другие нормативные акты, которые есть в данной отрасли, в которой будет писаться коллективный договор. Итак, с чего же начать именно писать коллективный договор? Я предлагаю вам пойти по самому простому пути. Это зайти на сайт фонда Рабочая Академия, где представлено несколько коллективных договоров. И взять коллективный договор первого контейнерного терминала, по-моему, там висит либо 2006-го, это один из самых лучших именно коллективных договоров первого контейнерного терминала, и взять его за основу. Легкость в том, что он там представлен в вордовском формате, и, соответственно, вы его можете скачать и не набивать весь текст вручную. Ну, давайте рассмотрим содержание этого коллективного договора. Обратите внимание, насколько вывернено и грамотно составлено именно содержание коллективного договора, потому что в этой студии мы неоднократно рассматривали другие коллективные договоры и видели ту ахинею, которую пишут. Там вот мы только что разобрали Кирижскую клиническую межрожайонную больницу, где просто мрак, а не коллективный договор. Его просто можно выкинуть в урну. И вот сравните вот с этим вот шедевром. Посмотрите. Итак, введение, да, понятно. Вот смотрите. Часть первая. Первое. Основной текст. Введение. Основные обязанности работодателя, правкомов, работников. Видите, немного всего на две страницы. Дальше обязательства работодателя. Чувствуете, да, по сравнению с теми коллективными договорами, сколько обязательств у работодателя в этом коллективном договоре, о чем договорились с помощью забастовок именно докера первого контейнерного терминала. И видите, здесь не на первом месте стоит заработная плата. Она стоит, видите, только в пункте 3.5. А до этого идет по организации производства. Ясно, что ты должен приходить на работу и тебе там должно быть комфортно работать. Если тебе некомфортно работать, тебе и какие-то деньги будут не нужны, потому что, ну что это за организация, вообще непонятно что. Второе. По обеспечению занятости. Чувствуете, да, что вот этот пункт 3.2, что если не обеспечена занятость, то о каких деньгах может идти речь, если ты не работаешь на этом предприятии и тебя там сократили по каким-то там капризам начальства. 3.3. По охране труда и здоровья. Ну ясно, что если наплевательски относиться к охране здоровья, к технике безопасности, тебя там покалечат. Ну и для докеров это вообще актуально. Там эти грузы тоннами летают мимо них, поэтому... Ну это касается вообще многих предприятий, практически всех у нас редкие предприятия без вредностей. Да почти все с вредностями. Поэтому если у тебя нету здоровья, тебя там где-то покалечило на предприятии, ну какие деньги, о чем может идти речь? По рабочему времени. Ну ясно, что это одно из основных. То есть если мы сейчас все скатились к 12-часовому рабочему дню при заявленном в 8-часовом рабочем дне и 40-часовой рабочей неделе, то ясно, что этот пункт просто один из самых основных в современной России. И вот наконец по оплате труда. И ясно, что если организовано производство, обеспечена занятость, соблюдается техника безопасности и работаем без переработок хронических и систематических, непонятно почему, то тут можно поговорить и о зарплате. И тут, видите, есть такой пункт контроль за выполнением. Чувствуете, что кто-то должен еще контролировать выполнение этого коллективного договора и подготовка проекта нового коллективного договора уже сюда входит. То есть уже люди понимают, что жизнь не заканчивается вот этой борьбой там в 3-5 месяцев, 6 или год там стояли докеры и ждали, когда согласятся работодатели на их условия. И уже не успели заключить коллективный договор и уже в этом же коллективном договоре прописана подготовка проекта нового коллективного договора. Ну и дальше вынесена куча приложений. Сейчас мы посмотрим сколько их. Аж тридцать одно приложение. Вот одно не заглавлено. Тридцать два приложения. Они вынесены отдельно, потому что некоторые приложения здесь просто перенесены из предыдущего коллективного договора. Их удобнее для докеров, чтобы они были в отдельном приложении. Но скажу другое. То есть вот эти приложения можно все рассмотреть. Если что-то вам нравится, вот эти приложения можно сделать, именно воткнуть в основную канву коллективного договора. Но тут возникает один нюанс, почему некоторые приложения отдельно не в основной канве коллективного договора. Потому что надо было заключить коллективный договор основную часть, но по некоторым положениям просто шли очень долгие дискуссии и нету коллективного договора на предприятии. Он должен быть. И поэтому отдельные приложения просто рассматривались, также заключались как коллективный договор, только отдельно. И там можно посмотреть по годам. Они просто переносятся. Вот тут, например, приложение от 2005, 27 декабря 2005 года о привлечении к ПРРС сторонних работников. Видите, тут приложение от 2002 года о доплате. То есть, чтобы это не было в основном, вынесли в приложение для докеров на тот момент и сейчас, возможно, это удобнее, чтобы это было в отдельных приложениях. Ну и переходим к самому интересному. Как же написать этот коллективный договор, имея на руках файл Word с коллективным договором докеров от 2006 года. И так все очень просто. Вы берете компьютер, открываете этот файл, садитесь и начинаете исправлять. Исправлять очень просто. То есть, вы исправляете там вот этот первый контейнерный терминал, исправляете на название своего завода. Там, допустим, металлургический завод имени второй пятилетки. И в дальнейшем меняете докеров, меняете на столеваров. Или же там на шахтеров, или же на учителей, или на врачей, или на кого угодно, на медицинских работников, просто на работников. Потому что, еще раз повторюсь, именно коллективный договор, как и Трудовой кодекс Российской Федерации, это взаимоотношение между работодателем и работниками. И все равно какие специальности, потому что у всех одни и те же проблемы. Я вас призываю к тому, и это делать надо всегда при написании любого документа. Вы должны этот документ написать от начала до конца. Прям сразу вот вы сели и напишите этот документ от начала до конца. Тем более, возможности у вас сейчас есть. У вас есть, еще раз повторюсь, файл, который вы скачаете с сайта Фонда Рабочей Академии. Он у вас есть от начала до конца. Вот и вы сядьте и, прочитывая, просто пробегая глазами этот документ, вы будете исправлять докеры, на учитель, на столевар, на столер, на все, какая у вас есть специальность. Ну и, соответственно, если у вас там епор-пор, это вот конкретно два профсоюза, один профсоюз, это надо знать заранее, соответственно, узнать, кто же представляет работников у вас непосредственно на предприятии. Ну, чаще всего это один профсоюз, вот этот один профсоюз, вы ставите вместо этого епор, который есть в этом коллективном договоре. Ну, еще раз повторюсь, вы должны это сделать от начала до конца. Сколько у вас уйдет на это времени? Все зависит от того, насколько вы быстро читаете, насколько вы быстро вникаете и насколько вы быстро исправляете докер, слово докер на шахтер. В принципе, там в поиске можно ввести исправление, то есть вы можете сразу задать слово докер, исправить его на шахтер, и во всем документе все это исправится. Есть такие способности у Ворда. И вот у вас есть целый документ от начала до конца, у вас это на это уйдет от четырех до восьми часов. То есть, представляете, вот такой вот коллективный договор, который у вас будет называться проект коллективного договора, он будет у вас готовый за четыре часа. Много это или мало? Ну, даже если за восемь, представляете, прийти и просто вот рабочий день, обычный рабочий день, обычного рабочего, просто вы сели и написали от начала до конца. Это очень важно. Не надо думать вот эти все. Надо будет здесь вот, вот этот пункт получше вылезать, вот этот вот пункт как-то переписать, вот здесь вот посовещаться. Ваша сейчас задача конкретно одного человека, это просто взять и написать от начала до конца. После того, как вы исправили, прочитали весь этот коллективный договор, который у вас получился, соответственно, вот он получился от начала до конца, конкретно вот эта первая основная часть. Потом вы открываете эти приложения. Если вам какие-то приложения нравятся, возьмите, вы уже понимаете структуру коллективного договора, возьмите эти приложения, которые уже разработаны и действуют уже в течение десяток лет в первом контейнерном терминале, возьмите и прямо вот в основную конву именно коллективного договора. Предлагаю сразу, тут вот по температурам есть отдельное приложение, вот это вот приложение, вот это 30-е приложение соглашения по организации работы полномоченного доверенного лица по охране труда. Вот это точно впихнуть именно в основную конву, потому что это как раз будет те лица на предприятии, которые будут контролировать выполнение охраны труда. Затем вы берете следующее, берете свой коллективный договор, который действует или действовал на предприятии в последнее время, да. Обычно его никто не находит, но у некоторых этот коллективный договор есть. Вот вы берете, читаете этот коллективный договор, зная, как должен выглядеть коллективный договор, понимаете, что это просто полная ахинея, но там есть 2, 3, 4, может быть 10 таких классных пунктов, за которые уже в принципе особо бороться не надо. Кто-то за вас их написал, уже поборолись, непонятно, как они здесь в этом коллективном договоре есть, а главное их никто не выполняет. Они есть в вашем коллективном договоре, но никто не видел этого коллективного договора, не читал, поэтому они не выполняются. Поэтому берете вот эти 10 пунктов, которые вам понравились из этого коллективного договора, который действует на вашем предприятии. И по соответствующим разделам берете и, соответственно, вставляете в свой проект коллективного договора, который вы только что сделали от начала до конца. И ваш проект коллективного договора улучшился на те 10 пунктов, которые были в действующем либо в старом коллективном договоре вашего предприятия. Заодно в этом коллективном договоре вы увидите, как правильно называется ваше предприятие. Затем вы берете четвертый или там третий документ, я уже сбился, ну третий документ, если большой третий документ, это отраслевое, ваше отраслевое соглашение. Что такое отраслевое соглашение? Представляете, каждое предприятие находится в какой-то отрасли, даже мы медики находимся в нашем здравоохранении. У нас, ну у всех есть, у каждой отрасли есть свое отраслевое соглашение. Это когда собираются такие профсоюзные бонзы, работодатели, там министерства, и они вот это на трехсторонней комиссии подписывают отраслевое соглашение. Как его найти? Ну вы берете свой мобильный телефон, у всех сейчас просто супермобильный телефон, и говорите в микрофончик отраслевое соглашение, ну и своей специальности, ну например, металлургов там или строителей, отраслевое соглашение для строителей. И вам выпадет интереснейший документ, это вот то же самое, как вот коллективный договор, который есть на каждом предприятии, или должен быть во всяком случае, но это вот на целую отрасль. Если вы не знаете, в какой вы отрасли, соответственно, смотрите название своего предприятия, смотрите по Егор, к чему вы относитесь, и там выяснится, что вы, допустим, в строители, в отрасль строительства и промышленность области строительства, допустим, производите доски, соответственно, вы относитесь, поэтому Егор, соответственно, к вот этой отрасли. Открываете это отраслевое соглашение и удивляетесь, вот это да! При этом вы должны понимать, что это отраслевое соглашение должен вот ваш работодатель выполнять от и до. Если он не выполняет и вы вправе обратиться в суд и суд его обяжут выполнить все пункты когда вы прочитаете эти 10 страниц отросли он там небольшой документ обычно 10 страниц максимум когда вы прочитаете эти 10 страниц вы удивитесь нифига же сколько там всего надо нужно было выполнять и даже драться биться за это не надо какойannenый арбот отраслевое соглашение у нас даже этого не выполняется и вот Вот вы берете это отраслевое соглашение и то, что у вас, ну вы же знаете, что вы писали только что, буквально там 4 часа назад, и вот эти пункты из отраслевого соглашения вы вставляете в свой и еще лучшее у вас становится проект коллективного договора. Но на этом вы не заканчиваете, потому что я вам открою секрет. Есть министерское отраслевое соглашение, которое заключается чаще всего в столице нашей родины, городе Москве, но есть отдельно именно по регионам отраслевые соглашения, то есть я, например, по своему региону ответственно заявляю, что у нас есть отраслевое соглашение двух регионов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который просто шоколадный даже по сравнению с отраслевым. Соглашение Минздрава России, ну и вот этих желтых профсоюзов. То есть вы открываете конкретно еще и этот файл, узнаете БАДа, там бесплатный проезд для таких-то категорий. Вот столько-то надо платить при выходе на пенсию и т.д. и т.п. Такие интересные вкусные вещи, их тоже вы выбираете и вставляете вот в эту структуру коллективного договора, который вы только что составляете. И вот не прошло у вас и 8 часов от начала работы, когда вы стали умылись и со звежей головой сели за эти бумаги. И вот он у вас уже готовый проект коллективного договора от начала до конца. И вот вы такой довольный, но понятно, что ошибки наверняка какие-то будут, поэтому вы берете этот коллективный договор, этот файл и отдаете своим товарищам по коллективной борьбе для вычетки этого коллективного договора. То есть люди, которые своими глазами пробегают по коллективному договору, они возможно увидят тени суразицы, которые есть в этом проекте коллективного договора, исправят там знаки припинания, там какие-то буквы, может что, и вот он готов. Но не хватает там самого главного, а не хватает там тех требований, которые у вас просто, вот за которые вы порвете любого как тузик грелку. Вот эти вот 10 пунктов, которые вы вот из-за этого и посмотрели этот ролик, и вы хотите именно писать коллективный договор. И вот у нас есть 10 пунктов вот эти, за которые наш коллектив просто будет стоять до последнего. И вот эти вот пункты вы обязательно вот просто включите в этот коллективный договор. Вот любую статью можем сдать, и хрен с ним с этой статьей, решите вы для себя в голове, ну только для себя. А вот эти 10 пунктов нет, но после того, как вы напишите этот коллективный договор, выяснится, что у людей вот из этого коллективного договора, который работает десятки лет, вот это все в 2-3 раза больше и лучше, чем думаете вы. И как бы вам становится грустно от этого, но при этом вы приободряетесь, нифига себе, там у людей это уже давно десятки лет, а мы все скатываемся и скатываемся, и у нас никогда такого не было. Итак, товарищи, вот так вот мы с вами буквально за 7-10 минут в голове у нас созрел план, как написать коллективный договор. Главное, у вас есть основа, главное, что вы напишите этот документ от начала до конца, и в дальнейшем у вас будет именно документ от начала до конца, который потом, в дальнейшем можно вносить изменения, но он у вас уже будет, и не будет такого. Как бы вот это до конца дописать, надо бы сессии дописать, ой, там еще столько всяких положений, все, у вас есть коллективный договор. Ну там, если вы даже потом вычеркните там половину, он у вас будет от начала до конца. Так что, товарищи, все в ваших силах, этот документ именно та основа для коллективной борьбы, которая должна быть у каждого, кто собирается заниматься коллективной борьбой. Ну и один из самых таких важных пунктов, это написать выжимку из коллективного договора. То есть, зная от начала до конца коллективный договор, именно проект коллективного договора, вы выделяете 7 пунктов, больше не надо, вот больше не надо, не надо. Вот 7 пунктов для агитации и пропаганды на своем рабочем месте, потому что большинство рабочих работников не будут читать коллективный договор, понимаете, это выглядит вот так вот. Но у них есть свои нормы, и люди будут знать, да, там есть вот эти 7 пунктов, 7 пунктов, которые касаются всех. И плюс еще 326, которые улучшат положение работников на их производстве, в их учебном и лечебном учреждении. И они будут голосовать двумя ногами, двумя руками за проект коллективного договора. Ну а как агитировать за проект коллективного договора, который вы написали с товарищами, я расскажу в следующем ролике. Ну а пока, пока. Продолжение следует...